Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер медицинский центр призма, а у нас в студии Александр Мартыненко, глава Интерфакс Украина, которую вы очень хорошо знаете. Александр, спасибо, что вы к нам выбрались. Вот знаете, в коронавирус это особенное удовольствие говорить не по скайпу, честно вам должна признаться. Да, и зум тоже немножко подметает. Вы знаете, вот только что Путин завершил свое обращение к федеральному собранию, чего только не ожидали. Мне иногда казалось, что на Западе волнуется больше, чем в Украине, что он там скажет. Наверное, потому что мы как-то уже привыкли, более-менее адаптировались, а они прям так паниковали и рассказывали, что прямо чуть ли не объявление войны сегодня должно произойти. Между прочим, и в России волновались достаточно серьезно по этому поводу. Поэтому вот, а что сказал и что не сказал Путин, и если можно, вот знаете, обычно мы как говорим, вот в Америке, когда выступает президент, он, как правило, говорит о внутренней политике, потому что это интересует американцев в первую очередь. И вдруг выступает сегодня Путин, и где-то 90, может быть, даже больше процентов посвящено внутренней политике, и не внешней. Это же нонсенс! Как такое бывает? А где же вот глобальный взгляд на все происходящее? Где там вот история малой победоносной войны? Да, я думаю, что вы держали его, конечно, за руки всем миром. То есть держите меня семеро из этой серии? Да, я думаю, что, конечно, душа и ворвалась, рассказать, конечно, что будет на шахматы, на всемирной шахматной доске. Но, похоже, пришли умные люди. Пришли умные люди с цифрами. Пришли умные люди с... Или, может, просто они там находились, они принесли это все цифры по общественным ожиданиям, по потребностям выборов все-таки в России. При всем при том, что выборы в России — это отдельная категория выборов, как известно. То есть это выборы как бы есть, а как бы они не очень выборы. Но тем не менее, все-таки, знаете, подсознательное желание любого авторитарного руководителя сделать так, чтобы народ сам за него голосовал. Не надо было там дописывать, подбрасывать. Конечно, он может дописать и подбросить сколько угодно. Но все-таки в глубине души ему хочется, чтобы люди сами к ним ушли. И поэтому... Тянулись к нему. И поэтому он... Они, конечно, работают на сентябрьские выборы в Госдуме, на которых люди еще самостоятельно, без принуждения, возьмут и проголосуют за Владимира Владимировича. Ну, если за единую Россию. А для этого нужно отвечать на их вопросы, на их запросы. И вот сегодняшнее все это обращение — ответ, на самом деле, на запросы людей. А чтобы мы не говорили про эффективность российского телевидения, сколько бы она не рассказывала про русскоязычных младенцев, которых пытаются уничтожить и сжечь в печах. Все-таки для людей это какая-то параллельная реальность. А базовая реальность — это та, которая настоящая, в которой люди живут и в которых, на самом деле, у них есть собственные физиологические потребности, какие угодно там. Потребности, в том числе и ментальные какие-то причины. Но, короче говоря, это реальность, которая так или иначе вторгается в жизнь. Невозможно ее полностью заместить телевизором. Тем более таким. И вот, невзирая на все эти заклинания многочасовые по телевизору про нацистов, бандеровцев и все остальное, невзирая на то, что маленькая победоносная война, как известно, помогает всегда победе. Но тут очень важно ключевые слова — маленькая и победоносная, как известно. Вот. И, невзирая на это все, было принято решение все-таки обратиться не к миру, не к Байдену, не к Зеленскому, не к коллективному Западу, а к российским гражданам. Кстати, абсолютно логичное и понятное мне желание. Конечно, мало что граждане поняли из этой речи. Сейчас им разжуют все подробно, все инициативы, пособия на ребенка, значит, там работа с матерями и всем остальное. Я, к сожалению, не все это запомнил, потому что это просто не наше дело. Но людям в ближайшие недели, я думаю, будут вкладывать это все аккуратно на каждого, значит, и много, на бортах, значит, на ток-шоу и так далее. А все остальное, вот все нас волнует больше всего, там, войска, всемирные, всемирный заговор, значит, как считает Путин против него, значит, вот общее обострение отношений с Западом, это вот оказалось не так важно людям. Во-первых, вообще известно, что никто не хочет воевать, в том числе российские граждане, что бы там ни говорили у нас. Конечно, есть какие-то совершенно маловменяемые товарищи, которые готовы там поехать, отстрелять кого угодно, где угодно, но в общем и целом, конечно, люди войны не хотят. Никакой. А они не понимают, за что. Почему, собственно, они должны воевать за того, чтобы там, чтобы что, чтобы Украина вернуть Советский Союз, никому это не надо, по большому счету. И поэтому, вот, собственно, такая тайная повестка. При этом, я хочу отметить, что это не означает изменение политики России. Это обращение еще выполнило конкретную технологическую роль. Подготовки к выборам Госдумы. Ну, я бы сказал, старт таких вот реальных выборов в Госдуму. На это озвучивание, если хотите, это была озвучена предвыборная программа партии «Единая Россия». Но реальность мировая, международная, все это напряжение, эскалация никуда не делась. И, конечно, это будет продолжаться. Но это тема уже других выступлений. Я думаю, они произойдут. И не знаю, когда, но, безусловно, произойдут. При этом, два все-таки момента внешнеполитических я бы отметил. Первый момент — это Беларусь, конечно. Правда, не знаю, считать ли это внешнеполитической историей или внутриполитической истории России. Не знаю уже. Ну, Госпереворот просто как повод об этом поговорить. Но если мы помним, что завтра приезжает в Москву Лукашенко, а послезавтра собирается Федеральное собрание Совета Федерации и Госдумы, то мне представляется, что, тем более, что переворот произошел, то есть попытка переворота произошла по российской версии, и в виде этих заговорщиков, которые хотели там перебить всю семью Лукашенко, честно говоря, не очень в это верится, как обычно, то мне кажется, что вот эта вот попытка то ли мнимая, то ли реальная, мне кажется, более мнимая попытка переворота может быть использована для принятия каких-то решений. Что это может быть за решение? Это может быть резкий подъем на новый уровень интеграции в союзном государстве, например. Я не очень верю в присоединение Беларуси на правах западного федерального округа в Российскую Федерацию. Тогда просто Лукашенко надо куда-то уезжать, отдыхать на всю жизнь, потому что на этом его работа закончится. Но поскольку его тут спасли от переворота, только что от убийства практически, я думаю, что это нелогично. Его и его детей, между прочим? Да, всех. Да, все семью. Там это вот тут же все время об этом говорили. Да, да, конечно. Детей становится перебить просто от первого до последнего. Вот. Но это будет, наверное, просто новый виток интеграции. Что это может быть? Может быть единый кабинет министров, например, создан, но единое правительство. Автономия? Оно и так существует. И все забывают, существует правительство союзного государства. Но оно может получить, может, другие полномочия, например, по отношению к внутренним процессам в той же Белоруссии. Почему нет? Нет, но автономия, еще раз, я не очень верю в появление принципиально нового государства, то есть Российская Федерация, включенная в нее Белоруссию. Честно говоря, я не думаю. Мне кажется, все-таки логика союзного государства, она будет работать дальше. Я могу ошибаться, но мне кажется, это более технологично и менее затратно во всех отношениях. То есть просто взять и спокойно расширить эти механизмы. Дело в том, что если уже речь идет о активном присоединении, например, насколько я понимаю, как минимум в Белоруссии надо проводить референдум. Мне кажется, я не могу ошибаться в белорусском законодательстве, но мне кажется, просто исчезновение страны из карты, оно, в общем, просто так не делается. А вот дальнейшая интеграция, это такое вот доведение его уже практически до максимума. Да, единая валюта, конечно. При этом все, единая валюта обязательно. Но вот это может быть. Это зависит уже от Лукашенко, наверное, насколько он пойдет на это, насколько он согласится, согласится на это. То есть главный внешнеполитический вектор на сегодняшний момент все-таки вот такая задача, которую она решит, это Белоруссия. Это не Украина. Это первый момент. Второй момент, это... Это вы из выступления почерпнули или вы и ожидали этого тоже? Мне вот интересно, совпали ваши прогнозы. Я ожидал, конечно, вот... То есть было понятно, что Белоруссия и Украина это вот два вектора, по которым будет работать российская элита. И Кремль, и все остальные. Причем в отношении Белоруссии все значительно проще. Потому что там, собственно, есть абсолютно дружественный президент. Или не президент, как его назовешь. Но теперь он уже абсолютно дружественный, уж куда ему деваться-то? Деваться-то некуда. Поэтому приходится дружить. Вот. То, что его не любят, ну, как Жанин сказал, понимаете, не можешь любить, сиди, дружи. Вот сидят и дружат. Поэтому там какое-то движение добиться легче. А все-таки перед выборами император, а Путин, безусловно, император. Россия это империя. Все равно нужно какое-то движение в пространстве. Да? Оно должно куда-то... Оно расширяться должно. Империя должна вообще на самом деле постоянно расширяться. Если она не расширяется, какая же это империя? Одно название. А вот. И на самом деле расширение на Белоруссию, пусть даже не для Юра, а для факта, это все равно, значит, привет всем гражданам Российской Федерации, с вами я здесь, я на месте, мы расширяемся, у нас все хорошо. Расширение в части Украины, просто говорилось много, последний там месяц-два, с помощью боевых действий, танков, Искандеров, всего остального, но не совсем никакая, не маленькая победоносная война. Прекрасно все понимают. Здесь не Южная Осетия, не Скинвал, у которой там наш маленький райцентр. Даже продвижение, допустим, я понимаю, что есть идея у многих и желание отодвинуть украинские войска от Донецка куда-нибудь хотя бы километров на 20, потому что мы стоим на самом деле у черты города. Но даже это, это чревато просто кровопролитными боями, как известно. Поэтому тут игра, мне кажется, свеч ни для кого не стоит. Вот, поэтому из всех возможных путей выбран самый, я так думаю, выбран самый эффективный, самый простой, безручный. И второй очень важный момент, это международный, это инициация собраний, встречи коллективных членов Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности. Там разручала такая фраза, пятерки. Дело в том, что понятие понимания России, это уже давно было дано понять всем, но сейчас это озвучено, понимание России, вот эти пять страны, это альтернатива Большой Семерке. Ага, интересно. Конечно. Уже пять стран США, Англия, Франция, Китай, Россия, это в понимании российской дипломатии, это и есть те страны, которые ответственны за судьбы мира. И именно этот формат, им кажется таким более естественным и более важным даже, чем G20. И для них, естественно, это проще, потому что там есть Китай. Да, понятно, там нет, все равно там условно меньшинство, если имею в виду по голосованию, но это не формализованный же проект, это между какого-то рекламента, просто встреча лидеров мира. И вот мне кажется, в ближайшее время все-таки Россия будет стараться этот формат ввести в такой более-менее постоянный режим. Не думаю, что это произойдет, честно говоря, потому что для этого нужно, как известно, непротивление всех сторон, в том числе США, Англии, Франции. А тут у меня есть сомнения, что кто-то всерьез из этих стран будут реально работать на создание такого постоянного формата. Вот они там в Сорбезе общаются друг с другом, скажут, ну и ладно, и хватит. Вот это, собственно, два момента, которые мы говорим о внешнем окружении России. Все остальное, это привет бухгалтеру, местному, рабочему, пенсионеру, студенту. Услышит ли народ это? И поверит ли он всем этим обещаниям, которые есть? И самое главное, хватит ли у российского государства денег на реализацию всех этих обещаний? Надо считать, нужно экономиста, нужно посчитать, насколько миллиардов рублей Владимир Владимирович пообещал процветание, и где эти миллиарды взять? Не знаю. Ну и последнее, конечно, это замечательная фраза про красную черту, которую мы с вами проведем, а потом все, кто... Для каждого конкретного случая. Да, будем проводить, а потом, кто за ней приступит, тех мы просто, значит, порешим так, что им мало не покажется. Ну, нормальный дворовой разговор, а что тут? Вот во дворе я тоже так говорил, а вот эти черту, черту, почерпил, так, перейдешь сюда, я сейчас так дам по физиономии. Вот. Ну, нормальные повадки дворовой политики, которые, значит, внедряются в международное право, это уже не первый год, и не только Путин этим занимался, прямо скажем. Вот. Но это чистый двор, конечно. Натуральный двор. А фразы «цеплять Россию по поводу и без повода» – это, между прочим, тоже классик. Ну, да. Да. Ну, он, понимаете, для того, чтобы быть более... Во-первых, ему это легче говорить, во-вторых, он считает, что нужно быть понятным для людей. А как это объяснять, это международная политика, международное право – это целое дело, это условности какие-то там, какие-то правила, никому это непонятно. А вот во дворе понятно, ну, объяснить людям. Вот они перейдут, вот мы сейчас начертили линию, вот двор наш тут. Вот. Ты заходишь на двор, спроси, можешь заходить или не можешь. Не спросишь, и мы тебе как-то дадим в лоб. Вот. Людям понятно, ему самому приятно об этом говорить. Вот. А дальше сидят куча аналитиков в Вашингтоне и думают, что он имел в виду. Что он имел в виду. Какие линии, где и что такое дадим так, что мало не покажется. Вот, Александр, можно ли считать, что вот эта тема эскалации вокруг Украины завершена? Вот в таком, если хотите, ну, я хочу сказать, истеричном, в каком-то гипертрофированном, не знаю в чем. Вы знаете, у меня не оставляет ощущение, что вся политика, при всем при том, что в многочисленных кремлевских башнях сидят умные люди, некоторых, во всяком случае, точно сидят, а у меня не оставляет ощущение, что все, что происходит вокруг Украины и вокруг вот ближайшего окружения, это делается спонтанно, это делается на ходу и бегом, что это не свидетельство какого-то плана, который реализуется. А может, он, конечно, и есть, но только переписывается каждое утро. И правда, и вот опция, например, там, помните, много говорили о возможном признании ДНР, там, вот прям на этом, на этом 21 апреля, даже я иногда начинал в это верить, под это вот сегодня спросили уже меня, а при чем тут тогда этот форум, который, русский Донбасс, который завтра организуется, имелось в виду, что это же в поддержку того, что он скажет, он взял и не сказал. Ну, форум все равно приведут, конечно, деньги-то выделены, куда они денутся. Но, опять же, к чему он вообще? Если нет посыла о том, что мы, значит, берем этих русских людей и, подчеркиваю, русскоязычных младенцев, мы защищаем от нацистов, то зачем этот форум? Что он должен лишний раз сказать? Просто потому, что, я так думаю, запускались несколько опций сразу. Вот такой трек, украинский трек, белорусский трек, такой. А дальше посмотрим, какой мы выберем. Вот они выберли белорусский. В последний момент выяснилось, что выбираем белорусский. А украинский, ну, потом как-нибудь. Подождет. Пока мы, значит, в процессе. Вот. Это, с одной стороны, мне кажется, невероятным. Такая огромная страна и работает в таком режиме. В режиме постоянных смен планов и парадигм. Но это так. И с учетом того, что, я так понимаю, там сейчас разорванные связи иногда с руководителем. То есть руководитель находится в одном месте, там, то ли в бункере, то ли еще где-то. А весь народ в другом, то ли в Кремле, то ли на Старой площади. И насколько я так до меня доходит сигнал о том, что затруднено вот это механизм принятия решений. Он такой затрудненный стал. Если раньше это быстро все делалось, теперь это нужно время. Но это просто лишний раз показывает, что, на самом деле, ничего стратегического, ничего длинного нет. А есть короткие, вот эти эмоциональные решения, где эмоции побеждают, что, кстати, плохо. Потому что если мы говорим о рациональных вещах, тогда мы понимаем. Вот здесь плюсы, здесь минусы. И любой аналитик более-менее стоящий это расскажет. А когда мы говорим об эмоциях, о том, что, условно, о правилах двора, о чем мы уже говорили, да, о чем он так на меня посмотрел, а сейчас я как-то дам, а сейчас мы, значит, темный устроим, а что такое он себе не так ведет, что он так, ну, в общем, короче, хамит он нам. Тут уже совсем другая история, когда мы говорим о таких вещах. И труднее прогнозировать, труднее готовиться к чему-то, труднее понимать, что будет завтра. Кто его знает, что завтра в голову взбредет, да? То есть эскалация не закончится? Нет, я думаю, что, я скажем так, такой долгосрочно планируемой эскалации не будет. Но то, что это может произойти в любой момент, когда кому-то там, или самому Путину, или кому-то из его команды, покажется, что это сейчас вот нужно, то да, и провокации, да, могут быть. Можно что-то взорвать, какой-нибудь там дом, например, для того, чтобы показать, что украинские каратели начали убивать опять этих несчастных людей. Проблема у них в том, еще в России, о том, что они в конце концов, честно говоря, как и у нас иногда это тоже бывает, мы все живем, вот, мы являемся заложниками своих собственных вот этих убеждений и своего собственного представления о мире. Понимаете, если 7 лет со всех телевизоров рассказывают про украинских нацистов, про этих прижирающих детей, про Бандеровцева, про Бандеровца Зеленского и про все остальное, даже, поверьте мне, даже умные люди начинают через несколько лет в это верить. Если они каждый вечер это слышат с телевизора, каждый вечер. И на 7-м году уже думаешь, не, ну не могут же 7 лет, 7 лет же об этом говорим. Так оно и есть, вот, убежденно и постоянно. Это тот случай, когда пропаганда, которая запускается, она работает на пропагандистов. То есть, если раньше они делали это просто по команде, потому что у них расписано, через какое-то время они начинают сами в это верить. И поверьте мне, там люди, которые там аналитики, они совершенно не целевая аудитория всей этой пропаганды. На народ действует, но они же тоже это видят. Но в каком вообще здравом сознании можно было говорить, что Зеленский даст команду наступать на Донецк? Ну, где Зеленский и где наступление на Донецк? Ну, о чем мы вообще говорим? Вот, но на самом деле, как не смешно и не страшно, там действительно в это верили. Что сейчас что-то может начаться, сейчас пойдут наступления. Опять сказки про какие-то добробаты, которые там, эти националистов, которые там на фронте никому-то не подчиняются. Слушайте, уже давно там все уже устоялось, давно уже все выстроено, все работает. Все уже подчиняются. Много чего не работает, но в этом смысле причиняется. То есть нет уже ничего этого. Но они до сих пор в это все верят. И это ужасно, потому что они живут в иллюзиях какого-то, в своем придуманном мире. Но воевать-то они будут в реальном мире, а не в придуманном им. Вот что плохо. Поэтому вот, что с этим делать, я не знаю, потому что они действительно, чем больше Россия будет закрываться в себе, она будет закрываться в себе, тем больше будут создаваться вот этих каких-то кошмаров по ночам, им будет сниться, а потом это превращаться в мифы, которые они будут создавать, фантомы, с которыми они будут воевать. И вот это вот очень не хочется, чтобы это не превратилось в такую большую-большую клинику. Теперь, с другой стороны, давайте посмотрим, если позволите, на этот процесс. Вот вы же много каких всяких видели сложных международных ситуаций, конфликтов, да? Вот скажите, пожалуйста, вот так как повели себя наши западные партнеры, они подогрели всю эту ситуацию намного больше, чем Россия, потому что мы привыкли уже не обращать внимание на то, что говорит Россия. Но когда мы увидели, что стало происходить, то вот вчера был просто психоз. Мамочки писали, какие нужно сумки на случай войны. То есть это был просто психоз. И вот повторюсь, вот наши западные партнеры его усилили. Когда Байден вообще ввел вот это вот чрезвычайное положение, которое там... Но оно другое имеет коннотацию. Конечно, вот вы об этом, конечно, еще скажете. Но просто все складывалось такое впечатление, что это, ну, как минимум, Карибский кризис, а как максимум это просто, ну, вот сейчас они расчехлят ядерные бомбы. И вот, и когда уже вышел Байден, сказал, я призываю сейчас время до эскалации, от этого стало еще хуже, потому что это говорит о том, что если уже сам Байден, после того, как согласился, что Путин убийца, позвонил Путину и говорит, давай встретимся на нейтральной территории, это время для эскалации, то бедные украинцы уже думают, ёлки, ну тогда уже действительно. Нет, ну бедным украинцам, на самом деле, желательно поменьше вникать в эти процессы. Как это не вникать? Ну как не вникать? Сказал Александр Мартынин, как глава информационного агентства Интерфакс Украины. Дело в том, что поскольку идет большая международная игра, в этой игре очень много разных оттенков, очень много разных механизмов и рычагов. И вникать в каждый из них, конечно, очень тяжело. Это всегда просто, проще при Трампе было просто. Вот есть Трамп, что думает, то и говорит. Правда там весь газдеп от этого стонал, но тем не менее, просто простой такой мужик. А теперь сложнее, потому что пришли к власти, я бы сказал, аналитики. Байден Байденом, конечно, но пришли аналитики и разные люди, которые занимаются разными схемами, международными процессами и так далее. И эти люди очень не любят Российскую Федерацию. Это правда. Они не то, что русофоб, они просто не любят Путина. И вот это как выстроенное им государство. Я думаю, что к народу они не так относятся негативно, как к руководству. А можно вот этот вопрос? Когда вы говорите слово аналитики и любят другое государство, мы можем их как-то совместить? Аналитики, слово, и любовь. Запросто. А не бывает беспристрастного анализа, конечно же. Конечно, люди приходят с убеждениями. Это убежденные во что-то аналитики. У этих аналитиков еще есть собственные взгляды, убеждения и какая-то там система ценностей. А дальше они анализируют. Можно ли считать этот анализ правильным, объективным и точным? Риторический вопрос, конечно. Потому что, безусловно, многие ответы подгоняются под вопрос. Конечно. Конечно. Все вопросы под ответы подгоняются. Безусловно. Поэтому, но тем не менее, это люди, которые чувствуют себя, опять ощущали, видят мир как шахматную доску. Конечно. Путин, кстати, делает точно так же. Для него мир – это тоже шахматная доска. То есть дело Бжезинского? Ну, это самое простое сравнение. На самом деле, очень удачное. Единственное, что эта игра, с моей точки зрения, всегда напоминает шахматы. Это, может быть, какие-то другие игры. Да, и ЧПФ тоже, если вы об этом. Да, конечно. Но, скорее, это, мы уже когда-то говорили, это игра ГОКа, где нужно окружить своего противника и взять его в плен. Но, в любом случае, это игра. Земной шар – это для них действительно доска для игры. И игра предполагает разные способы. Это могут быть на одном фланге наступления, на другом – защита. Где-то пытаться подловить противника на ошибки, где-то блефовать. Но это, скорее, из карточной игры, конечно. Но, тем не менее, где-то жертвовать фигурами. То есть, весь спектр, он есть. И то, о чем вы говорите, это такое за последние несколько дней громадный поток информации о том, что вот-вот сейчас случится, там 140 тысяч на границах, 160 тысяч на границах. Это, безусловно, в том числе и создание такой атмосферы на Западе, что, ребята, от России можно ждать чего угодно. Вот они уже готовятся. Вот они могут. Вот они завтра могут это начать. А тут, значит, открывается, значит, опять-таки на экране появляется Мишкин и Чапига, которые, значит, оказывается, подорвали еще один склад. А тут еще какие-то люди, которые на самом деле грушники, сидят в посольствах. Это, кстати, не последние посольства, из которых, насколько я знаю, будут высылать дипломатов. Российских. Причем в ближайшее время. И, в общем, вот эта атмосфера противостояния, она, безусловно, мир живет в ней. Из России, безусловно, из России выстраивается очень скрупулезно и очень с конкретными примерами образ врага. Россия, кстати, по-моему, не против, вообще говоря, уже. Да, враг, конечно, да. Мы ваш враг. Главный. Причем главный. Да, самый главный враг, да. Это взаимовыгодная игра или нет? Она взаимовыгодная тактически, но она очень опасная. Потому что на коротком промежутке, да, все отлично. Да, Путин может сказать, что мы не смогли повысить пособия для матерей с детьми, потому что нам нужно было построить еще 18 ядерных ракет. А мы не могли их не построить, потому что, если бы мы их не построили, нас бы уничтожили. Но враг уграничен. Да. Но мы просто окружены врагом. Поэтому пособий не будет, потому что враги. Отобрали пособия, вот эти враги. Вот весь Запад коллективный взял и отобрал пособия матерей. Ну, работающая схема, кстати, вполне. Но среднесрочная, тем более долгосрочная, это очень опасная игра, потому что из нее очень трудно выходить. Мы же помним, как выходили из предыдущей Холодной войны. Это очень сложная была история. Это требовало годы. Потребовались для того, чтобы постепенно, значит, две сверхдержадвес системы, они перешли от всех инструментов Холодной войны к какому-то разговору для начала. Даже с начала 70-х годов, все-таки не будем забывать. И пошло только 10 лет, перед тем, как во время которых было все, и Афганистан, и все прочее, после которого как-то там начались какие-то намерки. Но, правда, для этого одной из сторон пришлось проиграть Холодную войну, будем честными. Так вот, сложная история. То есть, очень просто загнать всех в такую, в эскалацию, как говорит Байден, да, и очень сложно прийти к эскалации. Пока что направление одно. Мы идем в направлении Второй Холодной войны. То есть, все-таки продолжаем идти? Да. И это хотят все? Речь Путина это не остановила, и это не значит, что он этими занимается. И это делает не только Россия, ведь, да? Да, конечно, конечно. Это делает все. Это, на самом деле, делает и Россия, и все более и более коллективный Запад. Зачем? Можно спросить? Вот интересно. Ну, у каждого, опять же, на свои интересы, потому что для России это обязательное условие, как они считают, да, существование империи. Империя, я еще раз говорю, она должна расширяться, у нее проблема такая, да, она не может долго находиться в одних границах, поэтому она должна постоянно расширяться. Я думаю, что Владимир Владимирович очень хорошо запомнил фильм «17 мгновение весны» известный монолог Николая Гриценко в роли гитлеровского генерала по поводу того, что государством притят границы, и государству нужна статика. Притит статика, точнее, государству нужно движение, а не как люди. Поэтому война – это совершенно естественный ход событий, говорил тогда генерал. Все прекрасно помнят эти слова. Это раз. Во-вторых, он прекрасно понимает, что на то, ну, империя, которая еще раз не расширяется, это просто нонс. А Запад, с другой стороны, он просто не может понимать, как в современном мире кто-то пытается постоянно что-то расширить, я имею в виду территориальные границы. Да, вроде все стоим, границы есть, давайте как-то там влиянием работать, там, значит, внутренними какими-то процессами. А тут говорят, давайте мы там отхватим часть одной страны, а потом часть другой страны, а потом часть третьей страны, потому что, видите ли, нам на расширяться надо. Вот, то есть есть какая-то объективная, совершенно объективная история этого противоречия. И вторая о том, что все-таки на Западе очень обиделись, конечно, на все истории с кибератаками, с вот этими нападениями, с мишками на мячи пига, которые бегают по Европе, то кого-то травят, то что-то взрывают. То с шпионами в огромном количестве, значит, в разных местах, которые тоже что-то пострадали. Ну вот, извините, можно я вас перебью, Александр, просто вот знаете, оно немножко еще звучит комично, вот со стороны себе визуализировать картинку, как два странных человека бегают по миру, травят кого-то химическим оружием, взрывают какие-то склады, и весь мир смотрит на это, и ничего сделать не может. А эти два нормальных парня бегают по всему миру, и все у них получается. Вообще это выглядит как-то... Ну, объективно говоря, бегали, потому что все-таки после Скрипаля, я так понимаю, это будет уже тяжело, это все-таки же история 2014 года, Скрипаля, соответственно, позже. Но то, что, значит, все эти передвижения и брожения, я бы сказал, мишки на ячей пига по Европе, они продолжаются достаточно долго, это уже симптоматично, потому что Запад в это время спал, и вот когда они все это осознали, что вообще, что-то происходило, разведки, так понимаю, докладывали там наверх, они не верили, да ладно, что вы там вообще, успокойтесь, шпионам они вышли. А потом вдруг поняли, что действительно так одно было, действительно, ходит какой-то народ, травит кого-то там периодически, да, и, в общем, что-то надо с этим делать, потому что, ну, неправильно это все, нехорошо. И это, на самом деле, Запад, вот сейчас это российская угроза, которая опять, символ, который опять появляется, который опять появляется в информпространстве, означает, в головах, ну, вот, это, конечно, повод Запада сплотиться. Вот в Чехии, например, буквально за неделю произошел такой переворот, просто, называется, в воздухе кульбит на 180 градусов, потому что всегда считалась такая полуроссийская ориентированная страна, очень много денег российских, очень много влияния российского, вот, и вообще достаточно земан, опять же, президент. И тут, вот, буквально неделя, и уже просто оплот какой-то, хоть приглашай в группу Балтий-Чехноборского союза. Это хорошо. Да, там, шестым членом странам Балтии, Польши и Украины, значит, я думаю, что такие идеи уже есть. Вот, и, на самом деле, вся эта история, она Запад, безусловно, сплачивает, более-менее, как-то там, потому что он был реалистами на грани дезинтеграции уже какой-то, да, все-таки, процессы, конечно, такие дезинтеграционные, они и дальше будут происходить, но вот эта вот внешняя угроза, которую ощущают сейчас многие в Европе, о которой они постоянно говорят, она, конечно, дисциплинирует, она, конечно, все эти страны, они более-менее, теперь я вижу уже несколько голосований, например, там, принятие решений, например, по тяжелым санкциям сейчас будет проходить гораздо проще. Если раньше какие-то страны упирались, то теперь это будет просто им сделать практически невозможно. Ну вот, то есть мы реально движемся к, мы практически на пороге Второй Холодной войны. Пока холодно, я не знаю температуру этой войны, там могут быть теплые эпизоды, могут быть, не дай бог, горячие, но как минимум прохладные, скажем так, войны, прохладные, скорее, даже, чем холодные. Прохладные войны, да, вот мы вот вступаем в нее. Важно понимать то, что когда стороны идут к войне, пусть даже такой не оформленной, не без этих бомбометаний и градов, а гибридной, как сейчас говорят, невозможно подписать никаких мирных соглашений, никаких. Был единственный случай подписания мирного соглашения перед войной, мы его знаем. Это плохо кончилось, я имею в виду, как вы понимаете, Мюнхен, да. Потому что оно просто, это противоречит ходу событий, да, то есть когда стороны накапливают ресурсы для того, чтобы готовиться к противостоянию, в это время никакого мира быть не может. Мир может быть тогда, когда приходит понимание, что противостояние никому не выгодно и невозможно. Вот тогда надо говорить о мире. Поэтому сейчас не время ни для каких соглашений, ни в нормандском формате, ни в Минском тем более, ни каких-либо других, которые устроили бы Украину и вообще которые были бы таким продуктом непротивления сторон, как говорят сейчас. Не будет ничего этого в краткой и, наверное, среднесрочной перспективе. Можно четко понимать. Кому-то успокоится, потому что кто-то боится, что сейчас родину продадут. А не продадут. Это просто невозможно, нереально. Но это плохая новость для тех, кто хотел бы, конечно, снижение такой напряженности. И сейчас не будет. Вот, если можно, теперь к Украине вернемся. Это интересная тема, потому что что в остатке? Вот мы увидели, что сделала Россия. Она заинтересована в нагнетании, получении. Она снова главный враг, она снова на коне, так как она это понимает. Она снова всех напугала и пугает, и отлично себя чувствует. Мы видим западный мир, который тоже заинтересован в определенной эскалации. Потому что это дает ему шанс. Можно трещить внутренние какие-то свои проблемы. Может быть, как-то, как вы правильно сказали, объединиться, более сгруппироваться. Вы знаете, Германия и Франция все-таки, наверное, как локомотивы союза не очень в восторге от всей этой истории. Им бы, конечно, спокойно сидеть, торговать налево-направо, имеется в виду Америку, Россию, торговать со всеми и жить спокойно. Но логика такая сейчас, что они вынуждены тоже включиться в эту игру, потому что много выхода нет. И вот теперь Украина. Вот смотрите, Путин сделал такой замер, да, замер. Вот привел войска на границы с Украиной. И посмотрел, а что же вот в итоге-то, что в чистом виде получит Украина, если вдруг он возьмет и вот переступит грань. И что, вы думаете, он увидел? Его это напугало, то, что он увидел? Я вам скажу, на самом деле он не мог увидеть, ничего бы не увидел бы сразу, конечно, и сразу ничего не произошло. Например, конечно, мы понимаем, что было бы очень глубокая беспокойность, выраженная всеми странами мира. Нет, предельно глубокая. Мы даже сами могли бы это заявление написать, если что. Беспокойность была бы гораздо глубже, чем в 2014 году. Еще бы глубокая. Насколько глубоко? Ну, сильно глубоко. Ну, вот, глубокая-глубокая. Это первое. Но, конечно, никто бы, условно говоря, там, ракеты калибра в воздухе не остановил. Конечно, невозможно. Я думаю, что даже все эти мифы и надежды на воздушный зонтик и все остальное, ну, во всяком случае, сейчас, мне кажется, что это маловероятно. Но, просто в другом вопрос в том, что, помните, когда в 2014 году Обама очень любил говорить про цену, которую должен заплатить Путин за то, что он сделал в Украине. Вот в каждом таком выступлении ему когда записали этот тезис, он заплатит свою цену. В России тут же подумали, ага, он уже начал торговаться. Вот, что, в общем, похоже было действительно на то. В итоге Путин цену заплатил, ну, прямо, скажем, не супервысокую. Ну, да, как-то не видно, что, вот как-то по ним не видно, что они очень много заплатили за это. Ну, нет, ну, заплатили. Конечно, потому что во многом там, я бы так сказал, им обрезали возможности для развития многие, это правда, для роста, не для, не в смысле, вот прямо удушить сейчас и немедленно, а были приостановлены возможности для роста через эмбарго под всякие технологии, там, инвестиции. Вот, но сейчас, насколько я понимаю, когда пришла команда, вроде бы, как часть той, но более жесткая, как мне представляется, более прагматичная и более такая, я бы сказал, это более, самая жесткая часть команды Обамы, я бы так сказал, которая сейчас находится при власти, то это раз. Во-вторых, конфликт, вы знаете, логика его развития произойдет в том, что мы идем от одного к другому, да, по ступенькам. Раньше нам казалось, ну, боже, отключение свифта, это ужасно, такого быть не может, потому что не может быть никогда, потому что никогда этого не было. Я смотрю, сейчас просто учение свифта уже говорят, в принципе, ну, почему бы и нет. Свифта имеется для России. Там запрет на торговлю государственным, на работу с государственным российским долгом, запрет на первичное размещение, на выкуп первично размещаемых облигаций российских уже введен, а на вторичном рынке может быть введен в мае, в июне, насколько я понимаю, причем эта мера гораздо более жесткая, чем вот уже реализованная, потому что на вторичном рынке вращается очень много российских облигаций, если они просто потеряют в цене, это обесценит просто активы Российской Федерации. Но это же на будущий государственный долг, да? Вот с июня, который они начнут продавать. Это будущий долг, но это в любом случае сказывается на всем. Сказывается на финансовом состоянии, сказывается на валютных резервах, на всем. На торговле, в том числе, и в том числе на состоянии рубля, конечно, тоже. Вот, то есть, я к чему? Да, понятно, что противодействие будет, но оно будет небыстрым. Да, за это время может шокотно произойти, за это время могут поменяться очередные границы, нарисоваться где-то в другом месте, а мы будем все радоваться о том, что на кого-то ввели санкции, на какой-то долг. Да, это реальность, я думаю, что Путин прекрасно понял. Другой стороны, если иметь в виду так, он же видит себя в вечности, а там полгода это так, это мгновение, все. Вот, другой стороны, если они посчитают последствия вот таких вот принимаемых решений, там хотя бы на год, на два, ну, это грустная история для России. Ну, они же ни разу не посчитали за все это время, ни разу. Нет, ну почему? А что, отступили где-то? А что, отступили где-то? Посчитали и отступили? Еще раз, санкции, которые были введены, еще раз, они остановили движение, но они не поставили Россию действительно в тяжелое положение. И все это знают, они считают это все, но движения-то нет. И сказать, что они абсолютно бессмысленные, ничего не дающие, вообще пустые, нет, я не могу так сказать. Но они не быстрого действия, да. То есть, это расчет на то, что Россия перестанет расти, и через какое-то время начнутся проблемы у людей, которые скажут, ребят, почему мы не растем? Проблемы такие начинаются, вы же знаете, да, то есть, в разных регионах России, вы не говорите вопрос, люди, а почему зарплата не растет? А почему пенсия у нас плохо? А почему цены растут быстрее? То есть, общая социально-экономическая ситуация не ахти какая. Ну вот, Александр, позвольте вас тут перебить и сказать, что ведь эта проблема сейчас свойственна даже богатым странам. И в этом смысле у Путина есть прекрасный аргумент. Он может сказать, у нас плохо, да у них, вы посмотрите, что творит. Нет, там совершенно верно. У них же не легче. Нет, там значительно легче, конечно. Там у них проблемы по сравнению с тем, что у них было. Это конечно. Но это просто уровень проблем другой, принципиально. Невзирая на пандемию, то, что пандемия по всему миру, конечно, ударила больно и сильно, все-таки это уровень проблем другой. И уровень поддержки бизнеса другой. Слушайте, в Соединенных Штатах, в многих странах Европы благополучно бизнесы ждут окончания карантина, получая огромные выплаты. Огромные. И сказать, что это все ужас-ужас для экономики, видите, адаптировались. Все массовые выступления по поводу в Западной Европе происходят просто потому, что людям надоело дома сидеть. А не потому, что катастрофы в экономике. Экономики адаптированы. А поэтому это во-первых. Во-вторых, это действительно связано с конкретным случаем, с конкретной пандемией. Если, как все надеются, мы к осени начнем потихоньку из нее выходить, так или иначе будем выходить, то, конечно, весь мир ждет, я бы сказал, такой взрывообразный рост. Это все понимают, все это знают, и все этого ждут. Как только начинают восстановиться связи, свобода передвижения, свобода освобождения от всех этих ограничений, конечно, начнется рост. И большой. Начнется ли он в России? Большой вопрос, кстати говоря. После всей этой истории. Потому что никаких особых... Там ничего не закрывалось. Там все работает. Люди спокойно живут. Вообще ничего не происходит. Как нет? Нет пандемии. Поэтому это немножко разные, разного уровня проблемы. И проблемы западной экономики, это вот конкретно связаны с этим. Там есть много других, но они более глубокие. А проблемы российской экономики, это вот не связаны с коронавирусом. Их невозможно решить открытием страны и открытием воздушного сообщения с ЕИП. Вот это важное замечание, вот то, что вы сейчас сказали. Да. Поэтому возвращаясь сначала о том, что будет, что будет делать Запад, если что-то все-таки произойдет. Я думаю, что сразу ничего, кроме вот высказываний. Во всех случаях, мне сейчас так кажется. Хотя, опять же, помните, в 15-м году нам было совершенно невероятно слышать про какие-то джавелины. Как это так? Американцы нам дадут какое-то оружие, которое они нам, конечно, как она сказала, если они побоятся дать, потому что мы его тут же продадим в Россию. Потому что обычный украинский солдат, когда получит джавелины, сразу его получит в мешок и потащит через границу продавать за доллары ФСБ. Но, тем не менее, джавелины есть, они лежат. Да, лежат они там не на линии фронта, но, тем не менее, их, по-моему, не продали. Надо, конечно, проверить, но, по-моему, нет. И это вещь, к которой мы уже привыкли. Может ли быть реальностью, например, создания каких-то там воздушных мостов и пролетов американских перехватчиков на территории Украины, сейчас мне это кажется невероятным. Что мне будет казаться через полгода такого развития событий, я не знаю. Вот что в конечном итоге украинская власть может от этого получить? Почему я об этом спрашиваю? Потому что ведь это был такой момент, когда мы увидели, как активизировалась риторика и Владимира Зеленского, и членов его команды, когда он говорил, мы хотим ПДЧ, мы хотим денег, мы хотим гарантии членства в НАТО, мы хотим гарантии членства в Европейском Союзе. Было много дано интервью, даже мы требовали денег от Байдена. Все это прекрасно. И вот это ритория. Были визиты во Францию, было много чего, да? Были переговоры с Меркель, были разговоры с Байдена, было много всего. И когда сейчас, если вот накал чуть-чуть-чуть схлынет, то встанет вопрос. И? Ну, во-первых, будет ответ о том, что мы всеми вот этими, о том еще сказали, действиями, мы предотвратили самое страшное. Поэтому мы победили. Временно, правда, но победили. А, ну, вообще, я бы на месте команды Зеленского именно так бы и сказал. А дальше что делать? Я бы, конечно, по возможности, даже вот в этом запале всей этой информационной полувойны не разбрасывался бы всякими вот навещаниями типа ПДЧ и все остальное, НАТО и так далее. Даже сейчас это мало реалистично и маловозможно. Но то, что это НАТОвская риторика, она, естественно, была ответом на всю эту российскую угрозу, оно, собственно, так вот и уравновесило все. В итоге весь этот конфликт, конфликт, значит, он гармоничен, когда обе стороны выполняют свои роли. Да? Одна нападает, вторая защищается и так далее. Вот мы таким образом сделали конфликт совершенно гармоничным. Две страны, и каждая из них огрызается, как-то там ругается и обещает всякие кары другой в виде втопления в НАТО. А сейчас, конечно, это поутихнет, это будет поменьше. Это, кстати, мобилизовало электрорад и в Украине тоже. Для Зеленского некого. Не весь, конечно, но часть электрорада мобилизовала. Ну, действительно, даже люди, которые не являются там приверженцами кого-то, там типа Порошенко, они все равно многие считали, что, ну, ну, нехорошо нападать сейчас на главного верхонного командующего, когда все-таки такая ситуация, когда могут напасть, и он, в общем, все правильно делает. То есть он пытается защититься, там ведет активную международную деятельность, поэтому как-то мне даже неудобно сейчас ему напоминать про всякие неприятности внутри. Поэтому я не исключаю, что, конечно, этим мне может немножко повыситься после всей этой истории. Это тоже ненадолго, но повысится. Вот. Дальше старая история, ничего не меняется, у нас все на месте, надо работать. Наряду с пропагандистскими компаниями, с пиаровскими всякими штучками, роликами, которые идут по телевизору, все равно надо проводить реальную работу по совмещению стандартам наших стандартами НАТО, например. Надо проводить реальную работу по переходу украинской армии на натовские виды вооружений. Да, надо. Это очень долгая такая история. Небыстрый процесс. Но ее надо делать постоянно, на это выделять деньги, надо учить наших людей, тогда, значит, работать с этим вооружением, надо модернизировать систему управления вооруженными силами и так далее, и тому подобное. Такая очень, такая кропотливая работа, которую не надо затягивать на десятилетия, на которую надо поведать желательно побыстрее. Но это реальность. Она, значит, ролики, вот эту реальность не заменят. И фильмы не заменят, и даже публичные выступления, обращение к народу. Это важно, но это только часть работы. Вот с этой у нас все хорошо. Вот с остальной у меня ощущение, что проблемы есть. Ну и последний вопрос в качестве прогноза. Последние дни и в приватных разговорах, и не только, и во время прямых эфиров я часто слышу о том, что осенью нас ждут досрочные не только парламентские, но и президентские выборы. И поэтому я адресую вам этот вопрос, поскольку вы же может быть что-то знаете. Огромное количество людей пытаются, ну такая же у нас жизнь, выдают желаемость действительно. Такое количество народу хочет досрочных выборов, потому что застоялись кони, значит, кони бьют копытами, потоки должны куда-то поехать, денег в жизни не хватает, нужно финансирование проектов, нужно все остальное, что, конечно, это для многих мечта. И они ее приближают как могут. но все очень просто, а зачем, собственно, власти эти выборы? Очень просто, справедливейший вопрос. Вот просто самое главное вопрос, а зачем? Без власти, без ее решения выборы невозможны, всем понятно, да? Значит, в массовые народные, всенародные выступления с пятью миллионами протестующих одновременно во всех городах страны с требованием досрочных переворов, я не верю. Уж извините. А поэтому инициировать их может только президент и партия слуга народа и ее правительство. Зачем он это делает? Чтобы что? Чтобы, значит, получить, в конце концов, там, на 30%, 40% меньше этих мест в парламенте, если мы говорим в Верховную Раду и оказаться в необходимости создания формальных коалиций, неизвестно с кем, смысла нет. Для того, чтобы, ну, по-президентски я просто молчу, да, потому что, собственно, смысл-то какой. Ну, вот. То есть, никакого рационального объяснения этого нет. В массовое помутнение я не верю. В помутнение отдельных личностей я верю, я это вижу. А вот в массовое помутнение всех, кто находится при власти, нет. Поэтому, мне кажется, что этот год мы точно переживем с этой властью. Это не значит, что может там комбинин поменяться, это понятно, это все возможно, но никаких досрочных избирательных процессов не будет. Чтобы в следующем году, мне сказать сложно, а в следующем году это уже будет год до очередных, насколько я помню, нет, еще время еще есть, еще три года. Еще три года. Соответственно, если в следующем году это будет два. вот это будет как за экватор. Ну, мне кажется, что пока все будет как есть, пока не появится на горизонте какая-то фигура или личность, или группа личностей, которые в электоральном смысле смогут реально конкурировать с Зеленский. Борьба украинских олигархов, борьба с украинскими олигархами, которую анонсировал Зеленский, поможет немножко оживить избирательные процессы, потому что, что это президент, вот, вот, как-то непонятно, это что это вдруг, с кем он решил воевать, можно задать вопрос? Борьба с украинскими олигархами, мне кажется, иногда, время от времени, что это, ну, это же серия борьбы с коррупцией, которая у нас идет пожизненно, мы просто вынуждены бороться с коррупцией всегда, и будем бороться с ней, при этом, очень долго. Мне кажется, борьба с олигархами примерно из той же серии, вот, потому что... Мы их узаконим, узаконим. Ну, мы их, конечно, узаконим, но мы тоже все равно с ними будем бороться, ну, как, даже, мы будем бороться с олигархами в законе, вот, мы, да, поэтому этот процесс нельзя остановить, его нельзя закончить, его, как сказал Галуш Ванянский, можно только прекратить, ну, как ремонт, знаете, вот борьба с олигархами это как ремонт, короче говоря, очень красивая, электоральная идея, периодически ее использовали разные люди, в том числе коммунисты, которые в свое время активно бороться с олигархами, прекрасно с ними сотрудничают, как известно, они были первыми и не последними в нашей политике такими товарищами, у меня нет никаких оснований пока говорить, что нынешняя власть пойдет каким-то другим путем, но отдельные личности пострадают на этом пути, как известно, но кто-то же должен пострадать за всех олигархов остальных, должен, вот, вот он, собственно, все это тому, что он все-таки как-то пострадает, этот человек, выделен, так сказать, олигархами на сострадание за них, за всех. То есть он будет жертвой такой, как вот, племена приносили жертву, например, да, и все хорошо? если бы это решалось голосованием олигархов, они бы давно это уже сделали, конечно, они бы проголосовали бы и принесли его. А вы думаете, они одноголосно проголосовали бы? без него, да, конечно. Конечно. В его отсутствии, безусловно. Да, ну, в общем, честно говоря, действительно, короче, этот процесс, я не, честно, не очень верю в его результат, прямо завтра, послезавтра, через неделю, месяц. Да, мы согласны и через два месяца, не страшно. через год. Не верю. пока у нас, так скажем, не будет создаваться, создан, уже сконструирован такой госаппарат, полностью свободный от влияния этих людей, когда у нас и руководство политическое полностью будет свободно от влияния. А он не может быть полностью, потому что это люди, контролирующие огромные потоки, контролирующие, в том числе, рабочие места и так далее. До этого момента вся политика государства будет учитывать интересы олигархов. Еще раз говорю, тут вопрос один, самый главный, мне кажется, это зависеть от них или иметь в виду их интересы. Это вот принципиальная разница. Я думаю, что если мы сделаем скачок, а это скачок от первого к второму, от работы в их интересах до учета их интересов, это будет колоссальный прорыв в украинской истории. не могу ответить на вопрос, есть ли у Железенского шансы на то, чтобы этот проект совершить. Александр Мартынинко был сегодня у нас в студии, за что мы страшно ему признательны. Александр, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу и партнеру Медицинскому центру призма, оставайтесь с нами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова